Два. Но если их сотни и тысячи мужиков, и полураздеты, и все лежат. Еще непонятно. Это лицо на отце. Как увидели нележащего. Вся страна боком лежит и ждут, когда женщина задницу покажет. Это им... Страна управляться будет ими. За зловоние продано все. Прелюбодействуют, открыто, трусы снимают, мужчины. Вот какое время подошло, какое с Содом превратилась страна. Да и мир весь. Мы пришли Евангелие людям возвестить. Слово Божие, что будет суд Божий за все это. Особенно маленькие дети. Вот увидят, они открывают, они там ищут глазами. А вдруг кто-то с бородой. Так они визжат, кричат, матерятся. Как бесенятые из корзины вывалились. Притом каждый день я вижу это. Я уже здесь третий месяц. Господу, хоть один мужик одетый. Вся страна разделась здесь. Трусы снимают, показывают все. Это они будут управлять дальше страной. Я не видел ни одного. Ни одного не видели? Да что он что-то говорит, не видеть-то. Только зайдешь подряд. Почти 90% голых пришли на торжище блуда. Ни веры в Бога нет. Ни сквернословят, матерятся подряд. А вы из какого города? Город Барнаул. Лапкин и Игнатий. А мы хохлов набираем, а вы тут Барнаул. Вы не старовер? Из староверов. Не случайно. А по рождению. Хотя мы относимся к официальной церкви, но родители наши были староверами. Так, а вот Петр Первый у вас не в части, да? Только будем говорить, чтобы ни одного скверного слова не сказали. Я прошу вас. Я никогда не знаю ничего. Я живу в Север. Ну да. Ну и что, вопрос в чем состоит? Ну, староверы обижались всегда на Петра Первого. Так или нет? Ну, староверы-то откуда пошло-то? От Никона. 1656 год. Старые обряды заменили, а к Библии-то они не касались. Вот Николай Достоля, режиссер, фильм 20 серий, Раскол. Там это подробно. Я вам задал вопрос. Вы Петра Первого не любите, так? Антихрист. Антихрист на русской земле. Вся страна провалилась из-за него в европейскую яму. Что он сделал? У России свой путь был. А что он Петр Первый принес? Нет, он с вами что сделал? Вот вы староверы, это... Ну, вот я христианин, православный. Чем я отличается тут? Тем, что вы без бороды, это первое. Дальше. Вы посты не соблюдаете. Каноны не знаете. Церковь для вас что есть, что нет. Только так, где они голос подать. Вы только думайте, что православное. А на самом деле-то ничего и нет. Православное, значит, вы должны соблюдать правила православной церкви. Считать Библию. Скажите, вы когда Библию в руках держали? А вы должны знать ее... Вы должны знать, это ее руководство. Если вы на работе... Секло напоминаете. На работе счастливитесь? Я вам вопрос задал. Завтра благовещение, так или нет? И что работает? Завтра благовещение. Да не завтра, а сегодня. Какое завтра? Завтра, сегодня. Наш праздник, ваш? Наш праздник. Сейчас мы в храм идем, уходим. И мой праздник. Ну вот, видите, а вы говорите, что мы отличаемся. Чем мы отличаемся? Вы придете в храм, пришли, ушли с чужой. Вы ничего не можете делать, потому что вы один. У вас нет содружества, Библию не изучаете. Пришел, ушел, пришел, ушел. Захожане. А коснись подряд-то. Вы сотни правил нарушаете. Идете, свечи покупаете. А в церкви не должно быть торговли. Свечи должны быть чистые, а они какой мерзостью. Ну, сами посмотрите. Стоят по плечу, колотят, передают свечу. Молиться-то невозможно. А что вы сделали, чтобы было как? А ничего не сделали. Пришел, отметился и ушел. Вот и дело. Мы каждый день это видим. Сегодня христианство колесное. Первое. В коляске привезти его покрестить. Потом на Кадиллаке повенчаться. И потом уже Арба приедет похоронить. Все. Все христианство кончилось. А сколько вам лет? Надо жить по Божьим заповедям. Евангелие знать. Да, сколько лет. Кому? Мне? Мне. А сколько вы дадите? Ну, 45. 80. Ровно через два месяца. 80 лет. Так у меня за спиной-то, за слово Божьей тюрьмы, лагеря. 26 лет меня только КГБ выкручивало, вымачивало в морозилках. А я живой еще таблетки не съел ни одной. 35 лет стажа у меня работы, 35. И пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. А воевали? В армии служили? Конечно, я служил в армии. На такой дождь, в которой сегодня ни один генерал не знает, что она была. Увольнительную мне давали 1 января до 31 декабря. Ну, где вы служили? В Дальний Восток. Камчатка. А потом Николаевский на Амуре. Рот войск. Вначале подводный флот, а потом при образовании ракетных войск, у кого выше среднего образования, всех собирали. Маршал Неделин был. И меня сразу в ракетные войска кинули. Ну, так вы... Вроде войска какого? Рот войск, скажите. Я сейчас сказал вам, ракетные войска. Что непонятно-то? Нет, подождите. Ракетные войска бывают РВСН, ПВО. Конкретно? Конкретно. При образовании, при самом начале ничего этого не было. Первое, что мы делали, следили за спутниками и сообщали, станции единого времени. Первые дни образования. Маршал Неделин. РВСН – это вид выращенной силы. Значит, я вам ответил. Не подкапывайте зря. Кем служили? Я говорю, что на дождь сошены техник, смотритель воинских зданий Дальнего Востока ракетных войск. Короче, вы не отличаете вид от... О, у вас даже в мозге не помещается то, что я говорю вам. А у меня это в военном билете записано. Я офицер. Ну и что? Ну хорошо, что дальше? Ну что дальше-то? Дальше-то что? Мы христиане сейчас. Наше прошлое ушло. Что сегодня вы делаете для Церкви Божией? Для Христа? Кто через вас пришел к Богу? Все? Говорится, съели, говорит, и подавились. У меня, по милости Божией, вышло 38 томов книг. И мы проехали. Я решил подарить библиотеке мира от Владивостока до Лиссабона. 650 городов посетили. Сколько душ обратилось к Богу? Может, вам лучше в Америку? Там вас поймут. Вы скажите, кем является для вас Христос конкретно? Ладно. Поверю сейчас. Кем для вас является Христос? Что ж вы как хохол, а? Кем лично для вас является Иисус Христос? Какое отношение он к вам имеет, а вы к нему? Скажите. Ваши взаимоотношения какие? Вот и христианство кончилось. А вы должны ответить так, если бы вы знали. Вы бы сказали, это мой пришел Спаситель, Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным, с раскаянием иду. Грех мой кровью и причистой смыть молю. Да, смыть молю. На Голгофу на распятие Иисус идет. Струи крови по дороге из ран льет. Вы трактуете какую-то... Вот поэтому... Спаситель. И истину он нес всегда. Так ли? Вот. Вы Евангелие когда читали в последний раз? Евангелие. Я вам ответил на все вопросы. Когда вы Евангелие читали в последний раз? Если нам в чем, вы знаете? Я говорю, Евангелие когда читали в последний раз? Когда вы устав читали? Вы подводник. Мы встаем всегда в одно время. В 4.40. Чтобы утром до работы посчитать Слово Божие. Сотворить утреннее правило. У вас утреннее правило какое? Никон у вас кто там был? Вы вот это знаете, что такое? Это четки. Сто поклонов. Ты должен семь раз в день молиться. И все ваше православие бритые. На кого похож-то? На бабу? Зачем вам это? Посмотри иконы в храме. Все пророки. Христос. Апостол. Все с бородами. А вы зачем прелюбодейный образ держите на себе? Искоближ сидишь. Патриот. Так не обижайся только мужик. Я вам серьезно говорю. Фальшиво это христианство. Сектанты все захватили. А вы должны встать и сказать. Где истина в православии? Вы зайдите на наш ютуб. Слушайте внимательно. Внимательно слушайте. Ютуб называется «Во свете Библии». Да вы не зайдете. У вас не вместится суда. Ты никогда не служил. Прапорщик какой-то. Чтоб ты там нахватался. Только не материться, я прошу. Не ругаться. Сегодня нет прапорщика. Мы дети Божии. Мы всех счастливее на всей земле. Сержант. Живи себе, ты живи. Так, сейчас идти в церковь. Идите сегодня в храм Божий. Это же в этот вот что-то вышел сюда. Это же... Как назвать его? Кого? Это вот... Ну, действие, которое ты... Не понял, что? Про что спрашиваете? Зачем ты пришел сюда, вот, в цифровое пространство? Сюда, потому что здесь Содом и Гоморра. Я пришел сюда, чтобы читать псалтырь. А теперь же нельзя. Читать Библию, чтобы люди вышли из этого мрака заблуждений-то. Я уже здесь третий месяц нахожусь. Уже сколько людей, которые приняли Слово Божие. Болтаешь как женщина. Слушай, вот болтаешь и болтаешь. Как... Вы ничего не знаете, поэтому вас не вмещается. У человека океан входит. Океан. А у другого... Поэт говорит... Солженицын такой же бой. Бурдюк, говорит. Пол чекушки линут уже не вмещается. Слышишь? Солженицын, знаешь, вот... Солженицына? Я первый в стране, которая распространяется... Слушай, послушай. Предал русскую и... Он не предал никого, его выгнали. А, ты... Ты из Солженицына? Конечно, Солженицын. Я первый в стране распространен архипелаг ГУЛАГ страну наполнил. Вы не знаете, с кем разговариваете. А, вон кто. Да, еще. Тебя проклянут все русские. Вот, вот, вот. Слава Иисусу Христу. С Богом, с Богом. Сегодня благовещение. Да, тебе Бог простит твои грехи. Он... Он простил нас, Господь. Только не ругаться. Договорились, не ругаться. Он просил. Сегодня благовещение. Божья Матерь. Надо идти в Храм Божий. Бога славить. Это главизна праздников. Да? Да, сегодня, иначе сказать, начало спасения нашего. Понятно. Вы, извините меня, в Бога верите, да? Конечно, не в демона. Не в советскую власть. Не, не, ну это все понятно. Я верую в Господа нашего Иисуса Христа, умершего за мои грехи и воскресшего для оправдания. Я тоже в Бога верю, но я... Вот вы иконы знаете, православные или неправославные. А вы сначала скажите, что вы христианин, нет? Да, я христианин. А почему у вас лицо языческое обритое? Первый вопрос. Ну, вы христианин, так посмотрите на Христа, на апостолов, на пророков. Зачем я на женщину похожа? Это все садомский грех. Садомиты придумали. А вас не заставишь, чтобы бороду не трогали. Вы привыкли плавать в миру? Нехорошо это. Не, почему я на женщину-то похож? А на кого? Мужчине Бог дал знак власти над нею. Не, у меня есть была борода. Я на операцию ездил и озбрил. А я на операции был, мне сказали бороду убрать. Я говорю, никак. Все обошлись, не тронули. Не, я озбрил. Вот сейчас подождите, извините меня, пожалуйста, я через секунду приду. Секунда прошла уже. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вот это вот что за икона, скажите. Подождите, поднимите. Ну, я не знаю, где вы его взяли. Там трудно разобрать-то. Но я вижу, что, видимо, Дева Мария молодая. Это католическая какая-то, очевидно. Это католическая похожая. Не знаю, трудно сказать. Ну, чья она икона? Какая? Я не знаю, эта икона всю жизнь висела. У меня бабушка, отца-мать, с Прибалтики. Не знаю, там протестанты. Это они не балуются этим. Ну, вот у бабушки на кухне висела всю жизнь эта икона. Так. Вы где живете? У вас там церковь православная есть? Да. Возьмите, пойдите к священнику и покажите. И что он скажет, то и сделайте. Ну, вот я просто как память забрал. Нет, подождите. Если память какая-то, непристойность, вы узнаете сначала. Я вам говорю, пойдите к священнику и покажитесь. А если она даже католическая, мне, христианину, нельзя ее хранить? Я вам не отвечаю. Это только ответит священник. А, ну. Иконы положены. Положены быть. Христос пришел в храм, говорит, дом мой дома молитва нарещется. А он, в нем были иконы от пола до потолка. Снаружи, снутри. Книга из Икииля, 41 глава, 17 стих. Вот вы и кури. Бросьте, не курите, пока разговариваем-то. Бросьте. Какой же вы верующий-то? Сами себя отравляете. Вы самоубийца. 12 лет жизни отнимают это. Делающий грех, есть раб греха. И бросить не можете. Вы будете трястись, дай закурить. В любом плевке будешь подбирать окурки. Я знаю, брат, я сидел с вами. Не, окурки подбирать я никогда не буду. Будете? Вы не знаете. Я сидел ни с кем-то в камере в одной. Преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. И когда вы водили на прогулочную, а у него датчик не было. Он с зелеными слюнями, с соплями подбирал, ощущал и в рот толкал. Не. Потому что надо закурить. Сатана требует дыма. Он любит на разложение материи. Это от сатаны. Иоанн Кронштадтский говорит, уста курящего демонская кодильница. То есть, черт в рот залез и дымит. Ну. Так вот, бросьте ее. Черт был. Вы тогда бросьте сразу. Давайте так. Бросьте, я за вас помолюсь, чтобы Бог помог вам. Избавьтесь от этого рабства. Да. Жизнь колотила так, что не дай Бог никому. Так. Вот здесь путь жизни. Сегодня благовещение. Пойдите в храм, помолитесь. Икону возьмите с собой. Священнику покажите. Я вам показываю самый прямой короткий путь. Вы сейчас опять в рот тянете. Я просил не курить, пока разговариваем. Так, до свидания тогда. Вам это не нужно. Вам дороже папироса. Она все погубила. С Богом. С Богом.